Всем привет! Наконец-то мы дома. Как говорится, в гостях хорошо, но дома лучше. Я вновь с вами и могу выполнять ваши видеозапросы. Я устроила небольшое голосование в своем инстаграм, и большая часть моих зрителей просила показать модные покупки к лету. Что-то трендовое, желанное. То, что я купила для себя и уже ношу. Но для кого еще? Блин, это очень смешно прозвучало. Короче, не затягиваю. Давайте начнем с того, что сейчас на мне. Мне сейчас суперкомфортное по-настоящему летнее платье, которое я покупала на Asos. Оно выполнено из хлопка, благодаря чему наше тело будет дышать, нам не будет жарко. Мне очень нравится фасон, потому что его можно носить сразу несколькими способами. То есть, таким образом, как сейчас на мне открываю плечи, приподнимаю его. Длина это позволяет. У меня, правда, рост метр шестьдесят два, поэтому я могу так сделать. Но мне как-то даже вот так больше нравится. Его также можно подвязывать каким-нибудь поясом и подчеркивать талию, если вы это любите. Для меня это беспроигрышный вариант на каждый день, когда я не хочу задумываться, чтобы такого надеть, чтобы выглядеть и стильно, и женственно, и утонченно, и чтобы мне было удобно. Я просто надеваю это платье и бегу по своим делам в город, на прогулку с ребенком, на пляж, куда угодно. Далее. На мне сейчас серьги из Stradivarius. Кстати, бренд Stradivarius также представлен на Asos. Я видела их в продаже, и я обязательно оставлю вам ссылки на все то, что сегодня показываю. Если вещи окажутся распроданными, то вы знаете, что я всегда ищу для вас какие-то похожие альтернативы. Возвращаясь к сережкам. Когда я их покупала, я еще думала, нужны ли они мне. Но как только я их первый раз надела, почувствовала, что они очень легкие. Я вообще их как-то особо не чувствую. А когда я походила с ними целый день и поняла, что они не раздражают мои уши, то есть ничего не чешется, они не краснеют. Здесь какой-то удачный лично для меня металл, потому что у меня с этим бывают проблемы. И эти сережки настолько классно дополняют любой летний образ, что я сейчас ношу их, ну, не каждый день. Для того, чтобы они мне слишком не надоедали, но через день так точно. Какое же лето 2018 без соломенной сумочки. Свою первую я купила в Zara. Она не настолько напоминает корзинку, потому что у нее такая прямоугольная форма и совершенно другой оттенок, то есть она светлая и больше напоминает обычную классическую сумку. Я походила с ней и поняла, что готова к такой сумке выходного дня. Именно так не хочется ее называть, потому что это, знаете, не тот вариант, в который вы поместите пол своей жизни. Она не настолько удобная, как любая другая кожаная сумка. Для меня это в первую очередь такая стильная изюминка этого лета. Эту сумку я высмотрела на Asos и хотела себе именно с карамельными ручками. Она также представлена со светлыми, в Mango видела с черными, у Topshop есть классные варианты корзинок. Всю информацию я оставлю для вас в инфобоксе. Так вот, эта сумка, в принципе, меня устраивает и мне не на что жаловаться, потому что она помещает в себя и помаду, и кошелек, телефон. Чуть не сказать памперсы. Памперсы уже давным-давно не актуальны в нашем случае. Но какие-то салфетки и еще что-то сюда поместятся без проблем. В конечном итоге эта сумка оказалась очень даже универсальной. Она хорошо вписалась в мой летний гардероб. И, в принципе, она понравится большинству из вас. Наверное, те, кто любит максимально вместительные сумки, ее не оценят. Или, к примеру, вы предпочитаете такой строгий деловой стиль. Это вариант не для вас. Всем остальным смело можно примерять этот тренд. Это всего лишь аксессуар, и он классно подойдет к тем вещам, которые мы привыкли носить в теплое время года. У меня для вас есть очень классная новость. Потому что, помните, в моем видео о бюджетных косметических находках я ознакомила вас с сервисом Letyshops. Это кэшбэк-сервис, который возвращает процент от потраченных денег в ваших любимых интернет-магазинах. Что может быть лучше? Кстати, если вы пропустили это видео, то обязательно посмотрите его. Потому что многие девочки, которые покупали кисточки по моей рекомендации, остались очень-очень довольны. Минус кэшбэк. Вообще, очень даже выгодно. 15 кисточек за 20 долларов для всего макияжа лицам. Почему бы и не попробовать? Чтобы не переплачивать, покупая новые вещи, вам нужно всего один раз зарегистрироваться на сайте Letyshops. Ссылку вы найдете в описании. Я сразу же установила расширение на браузер. Это не что-то страшное. Это такая напоминалка, которая будет сигнализировать вам о том, чтобы вы не забывали включать кэшбэк, когда будете заходить в какой-то интернет-магазин. Далее, после регистрации на самом сайте Letyshops в списке всех магазинов, это может быть не только одежда, косметика, вы даже можете сэкономить на отпуске, выбираете интересующий вас интернет-магазин и с сайта Letyshops переходите в любимый интернет-магазин. Далее, как обычно, совершаете покупки, ничего сложного, а кэшбэк начисляется автоматически на ваш счет. Потом вы сможете вывести деньги удобным для вас способом. Это еще не все. Специально для моих зрителей Letyshops подготовили кэшбэк в шестикратном размере на покупки на Asus. То есть, если вы будете заказывать что-то в течение трех дней с момента публикации моего видео, вы сможете сэкономить целых 24%. Это самое выгодное, самое горячее летнее предложение, потому что сейчас еще нет никаких скидок на новые коллекции. Если вы уже зарегистрированы в сервисе Letyshops, то вам всего лишь на все надо выйти и зайти. Не нужна новая регистрация, просто выходим-заходим и кэшбэк уже будет активирован в шестикратном размере. Пользуйтесь возможностью сэкономить, а мы едем дальше. Я долго не могла найти нормальные человеческие шорты, которые я смогу надевать не только на пляж, в которых не будет видна, извините, вся пятая точка. Я не знаю, сколько моделей я перепробовала, потом уже отчаялась и просто так заказала на Asos очередные джинсовые шорты в надежде на то, что они окажутся такими, какие я искала. Меня немножко смущало то, что здесь необработанный край, но сейчас мне кажется, что это даже смотрится как-то так интересно, свежо что ли. Это обычные, стандартные джинсовые шорты, которые не слишком короткие, ну и не непонятно длинные. Они просто нормально сидят, я взяла их в размере S, потому что я не могу, когда меня все так сковывает, обтягивает, поэтому иногда выбираю себе что-то на размер больше. И эти шорты устраивают меня обычные, нормальные. Сейчас, когда будет действовать скидка, закажу себе еще несколько таких городских вариантов. Недавно в Stradivarius купила себе белый топ, точнее он не совсем белый, скорее это такая слоновая кость, вариант белого. На Asos я видела конкретно этот и еще другие очень похожие модели в разных расцветках. В Stradivarius они тоже и серые есть, и какие-то голубые, красные, по-моему. Это не самый простой белый топ, потому что здесь спереди симпатичные коричневые пуговки, которые визуально, как мне кажется, еще и вытягивают силуэт. И благодаря вот такой маленькой детали сама вещь уже не смотрится как-то слишком базово и скучно. В моем инстаграм уже засветился этот сарафан в клетку, и многие спрашивали, откуда он. Рассказываю, покупала на Asos. Я знала, что он будет не коротким, что он будет очень свободным. Я покупала его с мыслью о том, чтобы носить на пляж, надевать на гриль, чтобы дома даже в нем ходить. И меня немножко смутило то, что это не самая тонкая ткань. Это как такая, знаете, приятная баечка, но не такая плотная, как на детских пеленках. То есть ничего нигде не парит. Это такая свободная вещь, которая продувается с каждой стороны. И вот я целый день в нем походила и поняла, что это прям мега удачная покупка. Я очень-очень довольна, поэтому кто спрашивал, ссылочку ловите в инфобоксе. А вот следующее платье, точнее сарафан, меня, наверное, больше разочаровал, чем порадовал. Покупала на Asos и просто мечтала носить его с моей соломенной шляпой, сумочкой. Расцветка кричит о лете. Но вы, наверное, даже слышите, как сильно шелестит ткань. Я не могу сказать, что она прям неприятная, но по сравнению с тем, что я покупала в том же интернет-магазине, ну как-то вот, ну троечка, наверное. И здесь открытая спина. Я еще подумаю, возможно, во дворе поношу в течение, там, трех минут, чтобы понять, насколько мне комфортно в этой вещи. И если вы меня спросите, что я надеваю под такого плана вещи, то я скажу так. У меня сейчас довольно маленькая грудь, и я как-то особо не смущаюсь ходить без бузгалтера. То есть, если это не парадно-выходное платье, какое-то нарядное, то почему бы нет? Из обуви у меня появилось две новые пары. Не знаю, как вы это называете. У нас-то просто шлепанцы, поэтому две пары шлепанцев. Первые черные я купила в Страдивариусе перед поездкой в Париж. И вот эти вот шлепанцы оказались настолько мягкими, они сделаны, как бы, знаете, под замшу. А вторая легенькая пара из магазина Mango. Серебряный оттенок, цвет. Подходит ко всему. И на пляж можно надевать, и по городу летать в них. Короче, если вы ищете что-то такое, что можно будет поносить сезон, потому что обе пары совершенно недорогие, то присмотритесь к этим, потому что я щепетильно подхожу к выбору обуви. И если мне где-то что-то жмет, давит, натирает, я отказываюсь от покупки. И, кстати, вы спрашивали, как себя ведут мои золотые сандалии из Asos. Я очень-очень довольна. И если они еще есть в наличии, то советую купить. Вот и пришло время показать вам красную юбку, которая всегда вызывает очень много вопросов, за которую я получаю огромное количество комплиментов, за что вам огромное спасибо. Эта юбка была куплена в магазине Stradivarius. Она также есть в синем цвете и также я видела в голубом. Очень приятный материал. Он, ну, прям не супер тонкий, но в этой юбке не жарко. Это что-то натуральное. Я не смотрела состав, но главное, что она не парит. Мне не хочется как-то ее, знаете, подвернуть в течение дня. Даже когда было 30 градусов, мне в ней не было жарко. И в Stradivarius я увидела платочек. Не знаю, он сейчас будет пожмаканным или нет. Но всегда, когда я его завязываю и ношу, к примеру, с вот этой юбкой, с черными шлепанцами, с этими сережками. Еще у меня есть такие леопардовые очки. Смотрятся прям очень-очень-очень стильно. Мне самой нравятся. В этом году я решила расщедриться на очередные качественные очки. И это просто жизнь-боль. Дослушайте до конца. Возможно, вы мне чем-то поможете. Буду искренне признательна. Нашла новую модель от бренда Dolce & Gabbana. Они вишневого цвета. Я хотела себе что-то не черное, не коричневое, не леопардовое и не синее. Но чтобы эти очки подходили ко многому из того, что я ношу. И хотела себе квадратную форму. Нашла. С счастью не было предела. Вот так я их ношу. Мне кажется, что они мне идут. И потом оказалось, что мои малыши решили их попримирять, пока я этого не видела. И они растянули мне их. То есть сейчас, когда я резко поворачиваю голову или наклоняюсь, они могут упасть. Вы можете сказать, Оль, ну не делай так. В чем проблема? Когда покупаешь себе, блин, не дешевые очки, то не хочешь думать о том, как себя в них вести, согласитесь. И что теперь делать? Возможно, есть какие-то мастерские. И вообще, можно что-то с ними сделать? То есть я не могу сказать, что они прям супер широкие. Но теперь меня вот мучает то, что испорченные очки, которые я купила себе буквально полторы недели тому назад. Обидно, правда? И последняя покупка, которая, скорее всего, отправится обратно. Сердце обливается кровью, но ничего не поделаешь. Я понимаю, что с нашим жарким летом я надену его буквально несколько раз. Платье очень радостного, желтого, насыщенного цвета. И здесь плотный материал. И благодаря этому само платье красиво прям лежит на фигуре. Вот оно прям дорого смотрится. Я не помню, сколько оно стоило. У меня 34 размер. И декольте в нем безграничное, женственное. То есть все в меру. И длина. Девчонки, если вы живете где-то в Питере или в Москве, где у вас не так, даже не настолько жарко, у нас вот именно парка, как перед бурей. Если жара за окном, то жди бури. Это практически закон. Во всяком случае, в Кракове. И я понимаю, что в этом платье я не выдержу. На каких-то крестинах. Это вообще, в принципе, никакого мероприятия в ближайшее время не будет. Я думала, что вот этот материал будет чуть тоньше. Но благодаря тому, что он плотный, он и сидит, и выглядит более благородно. Как-то так. Так, воспринимаю его, еще подумаю, посмотрю, сколько она стоит. Возможно, закажу еще одно со скидкой. И тогда пусть висит и ждет своего часа. Это отправлю обратно. В общем, посмотрю, есть ли мой размер в наличии. Такая ситуация. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Если да, не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Я в курсе, что на вешалках осталось несколько вещей. Но я также оформила заказ в Zara. И он не успел доехать к моменту съемки. Поэтому в скором времени будет вторая часть о летних покупках. Всем пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok